Чувашию с официальным визитом посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров познакомился с развитием детской медицины и работой одного из крупнейших заводов. Подробности у Дмитрия Ковалева. После капремонта корпуса Республиканской детской клинической больницы заиграли яркими красками. Немалые суммы направили и на модернизацию. За счет бюджета региона в прошлом году обновили реанимационный блок. В реанимации у нас таких 5 чистых помещений. Это реанимационный зал, где можно и мы проводим реанимационную помощь, оказываем. В случае необходимости прямо здесь можно выполнить любые операции. За год в больнице проводят порядка 10 тысяч операций. В сложных случаях врачей консультируют специалисты из Москвы. На развитие телемедицины в республике делают ставку, отметил глава региона. Качественная связь проложена до каждого муниципалитета, где работают новые ФАПы. Сегодня на уровне ФАПа, на уровне сельского поселения, где фельдшеры или врачи, которые по графике выезжают, они имеют связь с учреждением здравоохранения второго уровня. Это районный уровень или межмуниципальный уровень. И здесь связь уже с третьим уровнем. Вот здесь она вся стыковка есть. Благодаря видеосвязи и электронным сервисам врачи могут оперативно получить историю болезни, а пациенты записаться на прием. Глава республики рассказал и о дальнейших планах развития детской медицины. Только в этом году в рамках регионального проекта для РДКБ приобретут современную технику. В ближайшее время начнется строительство нового лечебно-диагностического корпуса. Проектным работам уже приступили. С одним словом, все мечты ваши будут в перспективе, протворены в реальность. Модернизация больницы продолжится и в следующем году. В следующем году, в 2020-м, планируется выделение федеральных средств на сумму 124 миллиона для приобретения тяжелого оборудования. И планируется продолжение ремонтных работ. Следующий пункт рабочей поездки – научно-производственный комплекс ИЛАРА. Для полпреда президента России это близкая тема. На протяжении многих лет Игорь Комаров руководил Роскосмосом. Приборы для авионики выпускают на заводе в Чебоксарах. В частности, это изделие точной механики, привод, магнитный механизм для систем управления самолетом. Без белых халатов в эти цеха заходить запрещено. Стерильности требует выпуск печатных плат. Есть у нас свои технологии, которыми мы гордимся. Эта технология металлизированных плотких отверстий. Далеко не все производители печатных плат освоили эту технологию. Такими печатными платами оборудуют вертолеты и самолеты. У работников цеха нет права на ошибку. За качеством продукции налажен тотальный контроль. На этой заготовке мы имеем 60 тысяч 400 отверстий. Из них 56 тысяч отверстий диаметром 0,2 миллиметра. Вот такой сложный продукт мы изготавливаем. Приоритетная задача для завода – диверсификация. Здесь уже наращивают объемы выпуска гражданской продукции. Высокий спрос на пульты машиниста. Мы практически каждую погоду выпускаем пульт следующего этапа. Вот сюда выводится информация со всех видеокамер, которые в поезде стоят. Пассажир может связаться с машинистом. Развитие экономики региона Игорь Комаров и Михаил Игнатьев обсудили на рабочей встрече. Реализовываем сейчас 120 инвестиционных проектов на общую сумму 190 миллиардов рублей. Президенты у нас появляются в Канаши. Это моногородная. Наша территория переживает социально-экономическое развитие. У экономики региона потенциал большой, отметил полпредпрезидента. Впереди немало работы. Митрий Ковалев, Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика.